Радикальный способ В большинстве своем это были машины-собеседники, довольно удачно изображавшие внимательных слушателей. А вслед за машинами-собеседниками естественным образом появился робот-приятель. Робот-приятель, как и следовало ожидать, получил наибольшее распространение в Америке. Мы, американцы, люди одинаковые. Мы жаждем любви, дружбы, восхищения коллег. Но другие люди не дают нам того, о чем мы просим, хотя, по сути дела, всем нужно одно и то же. Парадоксальный факт. Согласно данным последних социологических опросов, американцы утверждают, что люди их разочаровывают. В результате этого у нас расплодилось столько телекоммуникационных сетей, что в конечном итоге это обернулось против нас. Недавние исследования показали, что существует некий предельный уровень, по достижении которого любая попытка увеличить количество передаваемой информации приводит лишь к увеличению числа ошибок. Другими словами, уровень непонимания растет прямо пропорционально усилиям, затраченным на исправление этого непонимания. И только робот-приятель понимает все. Представьте себе, что вы типичный средний американец и только что купили своего первого робота-приятеля. Вы выбрали симпатичную модель в полосатой льняной рубашке с голубым галстуком. Ваш новый приятель называет себя Роб. Обладает чувством юмора и несколько застенчив, что, с вашей точки зрения, обворожительно. Роб знает довольно много о спорте и политике и следит за последними новостями в области науки и искусства. С ним действительно интересно разговаривать. Он не из тех плохо воспитанных компьютеров, которые знают все на свете и всегда оказываются правы. Да, запас познаний Роба довольно велик, с его точки зрения. Но он довольно часто ошибается. Таковы уж заложенные в него принципы поиска информации. Появление подобной модели знаменует собой новый этап в развитии роботостроения. Мы создали компьютер, который способен ошибаться на фактическом уровне, зато всегда поступает правильно с точки зрения эмоциональной. Роб – идеальный собеседник для человека, желающего просто поболтать, а не выслушивать очередную распроклятую лекцию. Человеку, которому действительно нужны какие-то сведения, не надо спрашивать у робота, а нужно просто взять справочник и посмотреть самому. Роб умеет не только ошибаться, но и подлаживается под собеседника. Он автоматически перепрограммирует свою память в соответствии с вашим мнением. Более того, роб собеседника никогда не подавляет. Встроенный ограничитель не позволяет ему занимать больше 10% времени беседы. И эту норму можно при желании уменьшить. Роб – ваш робот-приятель, лучший в мире друг. Вы с большим удовольствием завели бы себе такого среди людей, если бы все они не были так жестокими. Вы всю жизнь мечтали о таком друге, как Роб, и в глубине души до сих пор уверены, что недостойны его. И вот вам все чаще хочется остаться дома, в компании Роба и других ваших роботов. Олле и Ольги Олле – это толстый, дружелюбный робот с маленькими аккуратными усиками. Вечерами он частенько напивается, и вам приходится укладывать его в постель. Ольга непристойно подмигивает, говорит с русским акцентом и рассказывает забавные истории о том, как раньше жили в Париже. Эти двое совсем не похожи на Роба. У них есть свое собственное мнение. Это личности. Упрямые, категоричные, самоуверенные. Часто их громкие споры продолжаются за полночь. Но вы ничуть не огорчаете. Напротив. Вас переполняет восторг и неизведанное до сих пор чувство товарищества. Теперь вы легко обходитесь без того, чтобы с вами все время соглашались. Пассивно наблюдая, вы обрели внутреннюю силу. Жизнь с Робом многому вас научила. Например, вы поняли, что роботов можно покупать лишь потому, что они забавны. Представляете? Оля уверен, что земля плоская. А Ольга воображает, что она в прошлой жизни была египетской царицей. В замкнутом мерке вашей квартиры жизнь течет гладко и спокойно. Все ясно. Все можно предугадать. А там снаружи носятся по улицам непредсказуемые человеческие существа. Переносчики вирусов любви и смерти. Теперь уже все свое время вы проводите дома. Несколько часов в неделю приходится, правда, сидеть за компьютером, сочиняя какие-то дурацкие программы. Надо же вам с роботами на что-то жить. Роботы пытаются уговорить вас выйти, проветриться, познакомиться с какой-нибудь девочкой, зайти в бар другой. Но вы не ходите. Вы счастливы дома. С робом, Олле и Ольгой. Вам нравится их общество. Вы любите их. Да-да, именно любите. И в конце концов вы набираетесь мужества и признаетесь им в этом. Как ни странно, роботы вам не верят. В порыве неожиданной откровенности они говорят, что вы вообще не понимаете, что такое любовь. Люди не умеют любить по-настоящему. Вот они, роботы, будут любить вас вечно, потому что верность – неотъемлемое свойство их натуры. Так уж они сделаны. Но вы – типичный представитель своего племени, легкомысленный, как все люди. Сегодня вы клянетесь в вечной любви, а завтра променяете их всех на какую-нибудь смазливую мордашку. И вам никак не удастся убедить роботов в искренности своих чувств и твердости своих намерений. А потом вы понимаете, что способ все-таки есть. Радикальный, но действенный. Это серьезный шаг. Однако вы намерены его сделать. Надо только позвонить в мэрию. Вежливый служащий поможет вам оформить все бумаги. И в тот же день состоится простая, но трогательная церемония. Вы вступите в брак со всеми своими роботами. Редактор субтитров А.Семкин